шалом друзья мы на канале рэбэлия у коцар на этом канале мы разбираем законы вселенной законы который установил всевышний для того чтобы законы властвовали над хаосом для того чтобы все вселенной подчиняется его законам и все движется ровно так как установил их творец и мы стараемся в этом разобраться стараемся понять и для этого мы изучаем тору изучаем ее глубины стараемся копать поглубже и ну так уж как получается это уже судить вам вот поэтому мы друзья и также мы на этом канале еще за обсуждаем разные социально острые вопросы и обсуждаем последнее время то новое мировое правительство которое пора должно в принципе оно должно и по писанию быть и разные пророчества говорят об этом и ну и мы в общем очень много интересных разных тем не на чем-то одном и не концентрируемся поэтому думаю что вам интересно с нами а тем кто еще не подписался красная кнопочка в углу экрана в правом углу вашего экрана нажимаете жмете на колокольчик и вы подписаны на канал и вы вместе с нами делаете работу божью распространяя свет туры среди народов друзья ну последнее время очень много людей пишут и в канале на комментариях в комментариях и так что слава богу наткнулась на ваш канал или наткнулся и случайно совершенно и ну слава богу потому что сейчас много разной информации трудно разобраться у вас как-то все просто и доходчиво объясняете и другая и вот эти люди они которые мне пишут это благодаря вам благодаря тому что вы проявляете активность благодаря тому что вы лайкаете благодаря тому что вы комментируете не ленитесь написать два три четыре слова в комментариях если бы было их больше я бы только был счастлив ведь от одного человека может быть 10 комментариев и больше ну хотя бы один то что вы делаете репост и вот это результат нашего общего труда потому что сейчас такое время друзья что когда многие люди они уже ну как бы у них начинают открываться глаза они видят что куда 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 они шли и куда их вели вот эти горе лжеучителя эти разные помазанники перемазанники всевозможные не будем они говорить ну вы вы понимаете ком я говорю и люди от этого уже устали если вы думаете что в иудаизме менее печальная ситуация ну вы ошибаетесь там тоже хватает своих каких-то ну причем радикальных таких закосов которые они тот только так и не иначе знаю друзья хочу с вами поделиться у меня всегда было мне было сюда тяжело и я сюда очень чувствительные был когда люди пытались воздействовать на мою ну на свободную волю и я чувствовал эту манипуляцию чувствовал это давление и сюда у меня это вызывало отторжение и включалась некая защита как блокировка и для мозгов и для духа я со временем с этими людьми прощался почему и слава богу за это потому что понимаете ну ведь я никому ничего не навязываю и вас так прошу делать мы можем меня но обмениваться информацией пишут ну оскорблении вот недавно я там читал хоть ну какой-то человек понаписывал что-то вы там знаете а мы не знаем а а вышел себя представляете а вы пустое а не пустое но такое вот ну честно говоря я сразу предупреждал и предупреждаю таких людей если человек имеет свое мнение и свой взгляд на ту или иное местописание или ситуацию он может высказываться здесь нету никаких ограничений но когда человек вот переходит на личности и начинает оскорблять начинают так себя вести как будто он все а все остальные ну ну это такое что-то как мусор болтающийся у него под луны под ногами я таких людей говорю сразу буду блокировать и удалять просто потому что ну они на канале не не нужны не надо чтоб тут велся вот этот спор эти воины религиозные их хватает везде и кругом куда только не зайдите всегда приветствую ваше мнение и я всегда рад пусть она идет разрез моим мнением но мы не можем одинаково все понимать мы не можем все одинаково видеть ту или иную ситуацию и мы обязаны по-своему мыслить по-своему понимать ну понимаете мы не очень большая ошибка когда люди начинают кого-то копировать или кому-то подражать или кого-то цитировать или как мне а тут сказала так вот так вот ну причем тут тот сказал ну ты свое мнение высказывай зачем тебе тот сказал и вот это опасно и ну это очень это есть не очень хорошо поэтому везде и всегда я говорю всего лишь то что я говорю это всего лишь то что мне открыто вам может быть по-другому открыто вы можете об этом писать вы можете говорить мы можем эту тему обсуждать не навязывая друг другу понимаете никогда наше мнение не совпадают тут недавно случай у меня было человеком и он там продавливает свое и я потихоньку пишу говорю но я вот так понимаю а он мне вот так и должен понимать и смотрю уже в хамство это диалог превращается в хамство ну зачем мне продолжать дальше этот диалог я сказал извините я ну с хамами не общаюсь это мне не интересно и все бы и прекратил этот разговор все все эти религиозные войны не какая-то не ревность по богу это всего лишь гордыня или плоть которая если есть разделение распри то не плоские или вы сказано поэтому ну вот так вот друзья поэтому мы на канале в свободе каждый может как видит писать как понимает писать и драгоценное вот поверьте для меня драгоценное честно говорю и искренне с вами драгоценное мнение каждого из вас потому что знаю моя позиция это позиция был такой китайский философ своего и он своим ученикам объясняла простую такую истину он говорит почему море пару получает дань от всех речек ну ведь все они выпадают в море и ну они думали не смогли ответить давно им пояснил он говорит потому что она всегда стоит ниже уровнем чем любая река и поэтому она все вся вода тищет туда в него и дальше он развивая мысль он говорит что как и человек который способен стать ниже других в него потекут воды с разных сторон поэтому друзья ну я я моя позиция такая я я очень ну ценю когда мне люди пишут какие-то интересные мысли когда мне люди пишут а я а я вот понимаю вот так вот очень хорошо и классно и в этом можно найти и зерно и для себя и для того человека с которым мы общаемся поэтому не бойтесь спешите не бойтесь ну выражать свои мысли наоборот учи учитесь выражать свои мысли учитесь отстаивать свою мысль спокойно аргументированно не без всяких вот этих скандалов и давления потому что ну сильно не не в этих когда начинается давление на твою на твою волю в этом уже их ничего хорошего нету почему я говорю что иудаизм и подобные вещи есть да их там сплошь и рядом там сколько условий чтобы они признали тебя евреям и там сколько всего надо сделать но как будто бы это свод их них правил тора об этом нигде не говорит это из вот то что они придумали что надо сделать чтобы ты подтвердил что ты еврей это это уже манипуляция понимаете это уже шишки ну и поверьте многие люди которые проезжают в израиль мы приехавшие мы все равно чувствуем себя здесь неполноценные неполноценными ну уже наши дети будут чувствовать может возможно по-другому но мы чувствуем себя здесь особенно перед теми кто там бы раньше всех приехал или там ну приехал в 50-х 60-х годах когда первые волны али были ну вот так это 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 не есть хорошо не есть тора и все чему она учит деду господин там свобода это свобода это уважение это почитание это ну ну к любому человеку любому мнению и мудрые раввины потому были и мудрые что они ухну могли высушить любого человека и найти до зерно кто конструктив ну в любом в любом человеке и развить его кстати поэтому ну вот так мы сегодня друзья а еще их и забыл сказать у нас на канале в описании к видео сюда их прикреплена карточка за такие и туда мы скидываем все десятины пожертвования для людей которые больше нуждаются сегодня в поддержке чем мы с вами друзья ну это это акт признания справедливости божьей бог заботится о нас мы должны точно также заботиться о людях которых ну на данный момент нуждаются и поверьте что таких очень много и еще один момент просил бы вас молиться может у кого-то будет мысль какая-то друзья ну в общем кто знает мы же оксана лечение и проходит онкоз болевание и уже мы прошли одну полную стадию лечения операции сейчас нужна вторая и с последующим лечением и мы уже долгое время собираем на это все средства осталось конечно меньше той суммы которую надо было но все равно цифра большая чуть меньше двух тысяч долларов может у кого-то какая-то мысль будет может у кого-то какой-то совет нужен будет как можно сделать ну потому что надо действовать а ну ну нету средства на данный момент я и пощусь и молюсь об этой ситуации и благословляю бога в ней и верю что он совершит все но также я обращаюсь к вам если вы вы знаем может понимаете как действовать только не надо мне этой ну пожалуйста не несуйте мне супер духовность несуйте мне вот этих молитвенников потому что во первых уже сколько молилась что я не знаю а ну во вторых когда мне звонит и говорит я хочу за вашу жену молиться говорю бог говорил вам молиться за мою жену нет я вот увидел что она у проблеме ну я говорю вы сейчас помолитесь вы знаете что будет ответ на вашу молитву ну нет я не уверен зачем это да это делать если бог говорит кому-то молиться всегда пожалуйста но вот эти вот этих молитвенников которые мне звонили знаю я тоже был когда-то ну в этом и одержим такой степени что я по моргам лазил молился вы меня ничем не удивите но есть сейчас понимаю по-другому и сейчас и так так не безумствую как безумство раньше слава богу бог просто уже обтесал меня ибо это так я говорю сейчас о помощи на финансовой потому что надо лечиться если бы бог хотел исцелить он был уже давно исцелила но он проводит нас через это испытание и только тут пройдя его до конца я думаю что мы увидим мы увидим победу и сегодняшняя голова кстати на созвучно с тем что я говорил я еще вам обращу вам ваше внимание на то что я только что говорил потому что ну как-то так получили вот поверьте еще хотел осуществления в общем ехал думал ну какие-то так у меня учение за учением пошло там надо помогать что надо там быть видеть других людей что надо все думаю ну не будет ну не подумают люди что это я вот постоянно как как под себя эти учения вам ложу руку на сердце и говорю темы которые ну бог не дает я и говорю я и специально не готовлю ни одной темы вот я беру твору точно так как вы открываете я беру и каждое утро открывает читаю и то что бог мне показывает story то я стараюсь вам передать все не больше не меньше и мы сегодня будем в рамках главы бешалах ну говорить и будем говорить о том той ситуации когда выйдя из египта они пришли к морю и там как там разворачивались события и я вам покажу пару интересных очень моментов друзья ну и пожалуй начнем вот когда дошли до красного моря они и что получалось какая ситуация сзади настигал фараон со своим войском впереди было море и помните муж и говорит такие слова не бойтесь встаньте и смотрите как бог поможет вам сегодня ибо как видите как видите вы египет сегодня не увидите его большего веки бог бог будет сражаться за вас а вы молчите такие сну кто обращал на эти слова внимание достаточно необычные слова скажу сразу ну потому что ну как-то ну я сейчас буду их объяснять и мы об этом поговорим но речь идет о чем речь идет естественно это гефсимания опять мы приходим гефсиманию опять мы приходим пенуэл опять мы приходим в ту ситуацию когда мы наказываемся между молотом и наковальней друзья кто-то знает может кто не знает как священный елей делался и делается засыпается оливка под пресс начинают давить и первых три капли которые капают с под пресса вот эти три капли святые все остальное нет потом следующая партия 3 капли святые остальное нет и и вот мне когда мы попадаем в эту ситуацию между молотом и наковальней очевидно для того чтобы вот эти три капли святого масла с нас вышло и в наши светильники или в запас перешло потому что ну такие ситуации для меня они не новые я не знаю может у кого-то кто-то и не проходил такого но мы достаточно часто такого такое проходили и проходим и и сейчас в том числе и в таких ситуациях людей можно поделить на 4 категории то есть по ну ну сказать бы по психотипу или по как разделить правильно или по тому как ну да скорее всего чтобы вообще хочу как они поведут себя в этой ситуации если смоделировать ну подобное вот и речь маше хотя она и записана как слитная но она адресована четырем разным группам людей и первым он говорит первым которые говорили приблизительно то бросим все в море ну вот сзади фараон за нами гонится бросимся в море и ну лучше мы в море там там же все-таки шанс у нас будет будем плыть и возможно куда-то доплывем а так если он догонит тут бьет тут никаких шансов и и маше ответил не бойтесь встаньте и смотрите как бог поможет вам сегодня вторая группа людей это те люди которые ну вечно сомневающиеся вечно находится какая вектор вен написано ветром колеблемая они говорят вернемся и в египет ну лучше бы нам вернуться в египет пусть там было на нас и там нас и били и унижали и убивали но хоть какая-то надежда положить а тут никакой и этой группе он говорит как видите вы египет сегодня не увидите его больше вовек то есть даже если вы захотите вернуться вам вернуться некуда когда я пришел к богу друзья ну по-настоящему уже и было такое пока я еще был ну еще не сильно утвержденным верующим было пару моментов таких у меня когда я хотел бежать от бога и возрасте я думаю я думал зачем если ну вообще зачем я все в это ввязался потому что временами мне открывалось будущее и ханунув ну ну не ну вообще не было не не таким как я его себе представлял бы и мысль у меня была возвращаться в египет в египте я зарабатывал приличные деньги в египте я себе мог очень много всего позволить в египте да я имел да имел нормально и ну себе чувствовал и подруг у меня было много и друзей было нормально все было хорошо как бы ну сознание помнит только хорошее плохое оно почему-то вычеркну и вычеркует и нашей жизни и я вам признаюсь что было у меня пару таких моментов когда я уже думал особенно был помню один момент который запомнился это у нас была трехсуточная молитва без остановки и мы молились и где-то на вторые сутки и днем людей было мало кто-то лег приотдохнуть ну а я ходил молился и вдруг как бы ну я несет то что я ничего не видел но и вдруг как был вот занавес за вечность приоткрылась и что-то очень тяжелое я увидел и из и страшное то есть я как-то так испугался что я подумал 6 здесь делаю зачем мне этот бог все ухожу и во все тяжкие чтоб только он меня оставил и я представьте себе уже обулся и выскочил я из дому с этого дома это частный дом был и сделал пару шагов и потом меня остановила мысль а а смысл ну ладно я пойду решить а смысл так он за мной все равно пойдет и тогда от безысходности я помню я пошел у нас там была комната для служителей я закрылся там залез под одеяло и плакал ну почему я почему меня у тебя именно ты избрал зачем ты ну сколько людей почему я должен страдать и быть ограниченным ну потом она проходит но желание вернуться в египет а но поверьте есть сейчас меня просто есть уже опыт и ну как бы тяжело не было я понимаю что я не могу никуда уже вернуться потому что я там чужой для всех чужой ну вот я сейчас встречаюсь даже с теми ребятами которые когда-то мы вместе ну чем-то занимались как-то дружили там какие-то общие дела имели мы чужие люди ну и ну мы чужие раньше вот кстати что сразу поехали в ресторан сразу где-то какие-то дела решали а сейчас так смотришь ну привет пока все чужой человек и как бы ты не хотел туда ну стать для них своим ты уже не станешь поэтому сейчас меня уже с этими мыслями попустила возвращаться в египет ну они были и поэтому вот второй такой психотип третьем и третий это были те кто решил сразиться с ним с с фароном который догонял но это бойцы по сути по своей и они давай будем сейчас с ним сражаться и малым количеством выигрываются воли и машей им говорит бог будет сразу сражаться за вас и и последняя же группа людей это те кто ну по всей видимости говорили маше давай его запьем к всевышнему будем молиться и маше говорит а вы молчите то есть всем этим четырем группам он ответил хорошо он одной длинной фразы отверг предложение всех четырех этих партий отчаявшихся пораженцев бойцов и богомольцев то есть всего народа израиля что не надо делать он объяснил а что же надо делать тогда друзья хорошо он говорит этого не надо делать хорошо ну а что надо делать мы находим ответ на этот вопрос мы находим словах всевышнего обращенного самому маши скажите нам израиля пусть идут вперед это необычно острый и актуальный такой ответ бога да он всегда подвергался глубокому анализу наших мудрецов которые исследовали этот вопрос ну потому что ну действительно скажи израилем скажи сынам израиля пусть идет вперед как идут вперед море впереди куда идти вперед но но если вот порочность первого и второго предложения ну бросимся в море или вернемся в египет совершенно очевидно надо то предложение сразимся с ними вызывает уважение и симпатию но это все-таки те люди которые готовы дорого были готовы дорого продать свою жизнь а уж ну вас запьем к всевышнему и подавно должно было понравиться их нему лидеру маша отвергнуть слова бойцов все же проще ну потому что нежели призыв к молитве ну ведь непонятно откуда сторонники сторонники периметивного удара взяли свою идею и у иную идею всевышний их в бой не посылал с маша они не советовались а значит их пыл был вполне благородный и мог идти в разрез планами всевышнего да и на успешной войне потери несут обе стороны и победителей тоже хоронят понимаете как бы ни крути а ведь все вышедшие из египта должны были принять тору и шли к синаю так что слава маша бог будет сражаться за вас вполне можно понять но вот почему он не принимает слова тех кто говорит давай его запьем к всевышнему непонятно ну ведь молитва она же никогда не мешает ну дат верующий действительно требуется чтобы он всегда ну он все подчинил волю воли всевышнего но тем не менее от верующего ожидается и действие не только упование и пассивная молитва друзья знаете было особенно вот таких ситуациях и я сколько вот когда я встречался с такими ситуациями ну и сколько раз вот давайте будем молиться что ты будешь молиться уже молились перемолились опять молиться пять минут назад мы молились об этом что опять это то же самое повторять но это же глупо вообще если бог не дал ответ на ту молитву вы опять хотите то же самое бормотать вроде бы как от множества повторяемых вами улица она что-то изменится ничего подобного и так не было так не работает и и поэтому от всевышний говорит маша скажи сынам израиля пусть идут вперед евреи идут горе синаи на аллергии на языке аллегории духовно и вполне физически и и деятельно они идут своими ногами то есть они это не то восхождение как мы в торе поднимаемся к богу да и в изучении или в молитве нет там на физическом уровне надо было туда идти в современных терминах когда впереди море а сзади египет когда я ну любой из нас верующий зажат в клещи жизни он не должен трусливо убегать от жизни бросаться в пущину или от конфликта бежать назад в теплый египет не может тратить силы на кровопролитные войны и даже пассивное упование на всевышнего ему не поможет а что же тогда остается для нас в таких ситуациях надо идти вперед все силы на главное дело глаза на ориентир и вперед и тогда неожиданно растутся воды моря и дорога дорога к синаю оказывается не такой далекой как казалось интересно что никто из миллиона евреев которые там были не догадались поступить именно так и друзья почему я говорил что я вам еще вернусь к тому что я говорил по наших заболеваниях яра я разных теорий и от разных теоретиков сколько услышал и сколько наслушался и сколько они мне написали и на звонили и наговорили как я должен действовать той или иной ситуации что у меня нету упования на бога что я на деньги надеюсь что ты ну не надо покаяться что это за то то за то в общем я уже сколько выслушал что последнее время я не хочу слушать даже об этом и я ну не ну всем не могу объяснить мы с вами я делюсь сокровенным я для себя принял решение идти вперед идти вперед до конца и и так и делаю иду всеми силами которые у меня есть иду до конца и буду идти до конца и я верю что эти воды красного моря расступятся и ну и будет победа понимаете уже уже ну не то не то не то ничего не по ним не помогает а значит надо идти вперед идти в самый вот самую гущу сражения и там будет победа и вот наша ситуация она мне перекликается с вот этим с тем что я сегодня с вами делюсь иногда друзья ну надо действовать именно так это так просто без отчаяния без капитуляции без боя без возведения очей горе вперед говорят что дорогу осилит идущий и так оно и есть другая друзья на самом деле дорогу оси ну все делаю что от меня зависящая и верю в божье чудо и верю в божью благодать ну и сам руки не опускаю работаю стараюсь заработать как какие какую-то копейку чтобы было и ну и найду и и туда и сюда потому что очень много расходов на данный момент но опять же говорю иду и буду идти и и вам говорю не никогда никогда не сдавайтесь идите до последнего идите и пока силы есть идите вперед и никогда не оборачивайтесь назад какие там страхи не были и какими бы там разными вот этими вариантами не ну уж вам бы не предлагалось идти вперед а бог усмотрит и когда израиль пошел вперед что произошло море красное раступилась но можно было это человеческим умом понять или представить что такое произойдет нет могу я человеческим своим умом понять как будет в нашей ситуации нет не могу но я верю что чудо будет их она будет подобное вот этому для меня она будет как как раступившиеся море понимаете и я думаю что будет еще одно свидетельство силы и славы божьей и будет еще одна сидеть одно свидетельство о всех тех верных людях которые помогли нам пройти сквозь вот это черное красное море потому что сами бы мы не прошли и будет и победа и благословение для всех из нас для всех нас идущим путем поэтому друзья всех вас ободряю не останавливайтесь никогда знаете в писании сказано что враг вас входит как рыкающий лев и здесь почему такое сравнение потому что молодые львы скивны они охотятся молча они не не рычат во время охоты наоборот они тихонько постараются подкрасться к жертве а кто же рычит старые те кто были когда-то вожаками в стаях старые львы которые стали негодные силы потеряли и прайд их выиграл и они ходят по одному силу них догнать и животное нету и съесть и вся их надежда на только и на ихний голос вот они рычат и животное которое где-то рядом находится она из страха его парализует и она сидит трусится и вот когда он чувствует что он тогда он подходит и съедает его понимаете и вот почему враг задача врага страхом остановить вас страхом остановить вас от делания добра сказал что подожди что ж ты делаешь а ты как будешь завтра страхом остановить вас от милосердия страхом остановить вас от состраданиям страхом состав остановить вас от служения богу и представления его здесь на земле самая самая вот это паскудная позиция это вот это церковная позиция когда люди данной синагоги присутствует прошли штаны потерли два часа в неделю и все дальше хоть трава не расти но это люди не то что не идущие они они даже не знают что такое идти но для тех кто идет никогда не оставая не останавливайтесь никогда не сдавайтесь всегда победа будет за нами потому что с нами бога если бог с нами то кто против нас благословляю вас всех друзья и всех люблю всех обнимаю пусть мир божий которые превыше всякого нашего понимания всегда пребудет с вами во веки веков аминь хорошей вам недели плодотворной и пусть каждый из вас сделает то что бог задумал для него в этой неделе до свидания шалом до новых встреч аминь и веков веков и веков веков и Продолжение следует...